Как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище? Валентина Талызина – народная артистка РСФСР, актриса, чей голос зрители никогда не спутают ни с чем другим. Все началось с фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», где Талызина озвучила главную героиню Надю Шевелеву и сыграла ее подругу Валю. Затем ее голосом разговаривали Марта из телевизионной драмы «Долгая дорога в дюнах» и Пилар из фильма «Тасвополномочен заявить». Актриса создала немало интересных образов в театре, а в кино своей любимой ролью называет Женю из драмы Сергея Бодрова «непрофессионалы». Ваганьковское кладбище столицы считается одним из самых престижных, тут покоятся Листьев, Тальков, Высоцкий, Абдулов, Мишулин, Джигарханян. Здесь же находится и могила Талызиной. Мать Валентины Талызиной Анастасии Трифоновны Талызин работала в торговле. Во время войны жила с дочкой в эвакуации в Сибири, она умерла в январе 1991 года, прожив всего 77 лет. Похоронили ее недалеко от Колумбария на Ваганьково, получилось по Марине Цветаевой. «Мне же вольный сон, колокольный звон, зори ранние на Ваганькове». Через несколько лет благодарная знаменитая дочь поставила на могиле Анастасии Трифоновны красивый и дорогой памятник из серого гранита, и сегодня в любое время года он содержится в идеальном состоянии и чистоте. Могилу украшает пальма в катке и фигура скорбящего ангела. Примечательно, что устанавливая памятник, актриса подумала о том, что все мы не вечны, и поэтому заранее определилась с местом своего будущего упокоения, оставил место рядом с мамой. Стоит заметить, что она не единственная, кто так поступил. Елена Этуша заранее поставила на могиле мужа свое совместное с ним фото. Хочет лежать рядом с Владимиром Этушем. Леонид Куравлев поставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, где ранее выбил свое имя, а народная артистка России и герой Украины Валерия Заклонная за год до смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко.